Воскрес ли Христос в новом теле, если он носил раны после распятия? Воскрес ли Христос в новом теле? Воскрес остался тем же, кем был, но уже в состоянии победившего смерть, но тем не менее соединенного в единой личности, в божественной его, по божественной его и по человеческой природе. Поэтому человеческая природа осталась наша с вами, такая же, как у нас, но в том состоянии обновленном, которому уже не угрожает ни смерть, ни тление, ни болезни. Наличие ран свидетельствовали в обновленном теле Христовом, уже легком, уже для появления которого в среде апостолов не являлись препятствием двери затворенные. Нужны были для свидетельства его победы над смертью, ибо это были раны, принесшие смерть ему по человеческой природе его, но впоследствии, однако, это же тело является живым и уже никогда не могущим ни страдать, ни быть преданным смерти. К тому же, эти язвы нужны были для узнавания. Мы имеем дело, из Евангелия это свидетельствуется, не раз с невозможностью узнать Христа воскресшего апостолами или женами. Так Мария Магдалина от слез в глазах заплаканных не разбирает явившегося ей Христа, не принимает его за божественного учителя своего, но за виноградаря. Так что обращаются к нему с просьбой показать место, где он положил тело возлюбленного учителя, поскольку на том месте, где они, жены, полагали бездыханное тело спасителя, его теперь не обрелось. И только когда Господь обращается к ней, называя ее по имени Мария, она признает в нем воскресшего учителя своего и бросается к нему со словами Равуни, учителю. Так и Лука и Клеопа, апостолы, долгое время совершая путешествие рядом с Господом воскресшим, не узнавали его до тех пор, пока не поднял он руки свои для преломления хлеба. И тогда отверзлись, сказано, очи их, а точнее сказать, они и прежде были зрячими, но не узнавали, не потому ли, что руки, поднявшие хлеб, были прободенными теми язвами, которые остались от гвоздей, которыми Господь был прибит ко кресту. Именно язвы свои на обновленном теле представляет Господь воскресший Фоме для утверждения его в вере и предлагает и перст вложить в язвы гвоздины и руку, поднести к его ребрам и осизать его тело, его язвы, и признать в нем того самого Божественного Учителя, которого видели они распятым на кресте. Гимнография этого дня воскресного говорит о прикосновении, которое совершилось тогда, когда Господь явился с язвами. Евангелие об этом точно не указывает. Сказано только, что увидев Господа, Фома и получив это предложение, уже воскликнул Господь мой и Бог мой, исповедуя его едина сущным Сыном Небесного Отца. Но в стихирах, посвященных уверению Фомы, это первое воскресенье после Пасхи, антипасха, Фомина неделя, сообщается, что это прикосновение состоялось. И, уверившись совершенно в том, что воскресший — это и есть тот, кто был на кресте распятый, апостол Фома утверждает всю Вселенную в подлинности Христового воскресения. Нам об этих материях рассуждать слишком технично затруднительно, поскольку эта реальность воскресения Христова, конечно же, превосходит возможности человеческого ума. И мы принимаем верой то, о чем свидетельствуют изумленные апостолы, видевшие воскресшего Господа. И Дух Святой, которым их сердце просвещается в это мгновение на созерцание воскресшего Господа, свидетельствует об истинности этого воскресения. И сам вид Господа подтверждает для них справедливость Его предшествующих слов, что надлежит Сыну Человеческому быть отвержену, избитому, распятому, погребенному, но победить смерть воскресением, и не только свою смерть по человеческой природе, но и нашу с вами, если мы с воскресшим Господом соединяемся, по-настоящему соединяемся в таинствах Матери Церкви.